здравствуйте друзья мои с вами Шамов Дмитрий я думаю многие из вас знают про дрифт очень многие просят меня о нем рассказать потому что япония родина дрифта но сегодня раз уж я в Москве расскажу вам немного про московский дрифт мой друг как раз этим занимается вот мы приехали в специальное место вы видите за мной уже катаются ребята давайте посмотрим как это все происходит всем привет сегодня мы поедем кататься немножко не совсем легально но к сожалению в москве у нас проблема с тем чтобы кататься легально поскольку наше правительство не хочет прислушиваться нам дрифтер его не хочет дать нам площадку за которые могли бы платить деньги поэтому мы поедем за город так чтобы никому не мешать все было безопасно и все трюки выполнены профессионалами поехали мы забрали на севере москвы из гаража дрифтерский автомобиль и отправились в торговому центру весна который расположен за мкадом недалеко от станции алтуфьева именно там на парковке торгового центра тренируются дрифтеры это мы где находимся расскажи находимся собственно за мкадом большой торговый центр и в 10 вечера здесь все закрывается соответственно народ разъезжается парковка пустеет наступает наше время когда мы уже действительно никому не мешаем и нет никого посторонних есть только машины сопровождение сами собственно пилоты и поэтому мы уже предоставлены сами себе плюс ко всему прочему здесь нету рядом домов соответственно мы не мешаем людям шумом да поэтому это гораздо лучше чем кататься в городе и я против того чтобы кататься в принципе в городе поскольку это небезопасно ты ни один на дороге и ты не можешь гарантировать то что все твои трюки не испугают какую-нибудь домохозяйку и ты просто не спровоцируешь ДТП не с твоим участием абсолютно поэтому я только за то чтобы это было безопасно максимально вдали от людей а лучше на персональных трассах с которыми мы тоже стараемся сотрудничать договариваться там единственное что пугает всегда это ценник ценник зачастую не очень адекватен вот и даже если площадка стоит пустая простаивает все равно ценник нам не сбрасывают но иногда удается вот например там 29 декабря там на одной трассе будет у нас мероприятие и соответственно удастся покататься за там 3000 рублей с человека что немало в принципе уже само по себе в общем ты за полную легальность я да я за то чтобы все это делать легально меня зовут Олег и я дрифтик здравствуйте да многие говорят что это диагноз но на самом деле это реально единственный способ выпустить пар и не гонять на дороге никого не подрезать не нарушать правила потому что в обычной жизни я езжу 60-65 и мне ничего не надо потому что я знаю что в выходные все свою энергию всю свою вот эту жажду скорости жажду экстрима я выключил на безопасном месте я это сделаю так что никто не пострадает и даже если у нас происходит микро столкновение между всеми участниками это ничего для нас не значит поскольку машины на которых мы ездим изначально покупались для того чтобы они были боевыми чтобы они могли получать повреждения а ты при этом не парился не страдал из-за этого и чувствовал себя комфортно то есть зачастую мы просто даже касаемся друг друга потому что дрифта парный ты едешь близко и иногда касание происходит но зачастую мы даже не останавливаемся выходить посмотреть что там произошло потому что это просто не важно мы просто получаем удовольствие всем дрифт насчет звуков подвески не пытайся она максимально зажата специально для того чтобы быть максимально жесткой и в заносе тебя не кренило поэтому она реально дубовая так надо а и и и и и и и Хоть мои подписчики часто просили заснять меня соревнования по дрифту и больше рассказать об этом виде спорта, но я когда раньше особо этим не интересовался. Конечно, у меня есть видео в целом о дрифте в Японии и его истории, но подробнее в эту тему я не погружался. Но увидев всё своими глазами, погатавшись в машине во время дрифта и увидев всю эту энергию, идущую от дрифтеров, мне захотелось больше узнать об этом всём. Этот вид спорта оказался куда интереснее, чем я себе представлял. Если будет возможность, то я с радостью посещу следующие соревнования в Токио и поделюсь с вами своими впечатлениями. Даже не думал, что интерес к дрифту я получу именно в Москве, катаясь на пятёрке ночью по парковке торгового центра. Кстати, мне было радостно слышать, что наши дрифтеры-энтузиасты хотят всё максимально легализовать и участвовать в легальных организованных чемпионатах, никак не мешая другим людям. Это очень похвально. Надеюсь, что дрифт и в России со временем займёт прочное место рядом с другими видами спорта. А вы что об этом думаете? На улице минус 12, обещают до минус 17, но это не помешало мне приехать посмотреть на дрифт. Если нет, то я вот всё не буду прокачивать. Ну, возможно, буду везти не я, но у меня прокатят. Возможно, как-нибудь и я там тоже покатаюсь. Ещё, кстати, наши ребята дрифтуют на замёрзшем озере. Выглядит очень круто. Сам я, к сожалению, не успел побывать в этом месте, но Олег поделился со мной видео, которое там заснял. Всегда приятно смотреть, когда люди чем-то увлечённо занимаются. Самому покататься захотелось. Уверен, что среди моих подписчиков есть как увлекающиеся люди, так и те, кто о дрифте ничего не знает, либо его просто не любят. Лично я пока что мало в этом разбираюсь, но в любом случае буду рад, если вы поделитесь своими мыслями или историями в комментариях. Подписывайтесь на мой инстаграм. Это drifttrooper888. Собственно, я только начал это движение. Вы можете смотреть за становлением дрифтера с нуля фактически, потому что эта машина только что отстроена. И я, собственно, готовлюсь именно к соревнованиям, поскольку основная цель это не катать на парковках, а это действительно ехать на нормальных трассах, соревнованиях, побеждать и ехать на тумбочку. Я ещё буду делать внешку этого автомобиля, так что подписывайтесь на меня, смотрите за развитием проекта. Всем drift! Ну что ж, друзья, посмотрел я на drift в первый раз. Могу сказать, что мне очень понравилось и понравилось, как сидеть в машине, так и быть дрифтером. Поэтому, я думаю, если будет возможность, я поснимаю дрифт как и в Японии, так и в России, если опять сюда приеду. Так что следите за обновлениями на канале, смотрите новые видео. И подписывайтесь обязательно на коллегу в инстаграм, если вы интересуетесь системой дрифта, да и вообще любите всю эту движуху, там много всего интересного. Я оставлю ссылочку в описании. До встречи в следующих видео, до свидания, пока! Всем дрифт!